Да, ты прав. Я действительно уверен, что ты тот самый, кто уловил месседж. Но почему я тогда смотрю на тебя, как на говно? А разве ты смотришь на людей по-другому? Друзья, успокойтесь. Я понимаю каждого. Он хотел стать музыкантом, а вместо этого выращивает на жопы офисные пролежни. Она хотела стать актрисой, но научилась лишь имитировать оргазм, а все сцены и спектакли отыгрывает на кухне. И что в итоге? Треть жизни на сон, треть на жрать, срать, ржать и треть на ненависть к любимой работе. Ты мог заниматься чем-то настоящим, понимаешь? Но что стало с твоей мечтой? Но не ссыте, дорогие мои, мы все такие. Каждый сам по себе человек с большой буквы. Но вот нас двое. И кто-то из нас уже говно. Каждый смотрит на другого, жадно выискивая недостатки. Он живет с родителями. Она залетела и он женится. У него вы только подумаете. Старая копейка! А у нее нет сисек и усики под носом. Вы ненавидите и презираете друг друга. И это взаимная ненависть. Единственное, что делает вас целым. Я умный вокруг козлы. Я честный вокруг жилье. Я геремей вокруг бытло. Я Д'Артаньян, все пидорасы. Но если ото всех воняет говно, может это ты обосраться? И вы еще удивляетесь, почему вас имеют в гражданское дупло? Вот эти же завласть, зомбоведение, жаполин. А как еще себя вести со стадом, где все друг друга считают кретинами? До какого коленя вас нужно довести, чтобы в других вы увидели наконец себя? А вместо я и они сказали наконец мы? Вам это не объяснили и в фрайн-тайм, по будням на главном канале. Вам посоветовали быть уникальным и культивировать свою непохожесть, верно? Так продолжайте. Будьте оригинальны. Станьте чемпионом по пролежням в своем отделе. Получите Оскара за лучшую мутацию оргазма. Кидайте партнеров на бабки. Перегрызите друг другу глотки в спорах. Кто лучше понял Фримена? Ну, как? Ваша коллективная сознательная уловила месседж. Или вы по-прежнему чувствуете себя избранным?